всем привет господа охотники как известно чтобы появилась домашняя колбаса вяленая на столе необходимо не просто высадить зверя добыть его вынести из леса или из болота но также мясо обработать и приготовить тот или иной охотничий деликатес сегодня мы с вами будем готовить домашнюю вяленую колбасу из мяса лося в этом мясе присутствует вот такая вот по линдвичка это ее фрагмент как готовить по линдвицу я уже показывал ссылка будет внизу под описанием для начала нам надо будет очистить мясо от сухожилий и плевок нарезать на подходящие для мясорубки куски и перекрутить на мясорубке все потом добавим соль специи обо всем короче по порядку сначала обрабатываем мясо готовим его к мясорубке поехали ну вот очистил и подготовил мясо удалился клетки жилы сухожилия сейчас будем делать фарш с добавлением свиного сала мясорубка вот такая у меня с таким вышло значит решетку это самое крупное что было в наборе желательно конечно и крупнее решетку с более крупными отверстиями но в наборе самая крупная это вот такая и как практика показала нормально уплетаются колбасы и вот с таким диаметром нарезки фарша и еще прежде чем шинковать на фарш все я переложу в другое корыто и взвешиваем сколько у нас получается мясо и тогда примерно можно будет определить пропорцию мяса и свиное сало взвесил я мясо которое пойдет на фарш 28 килограмм здесь получается на эти 28 килограмм я добавлю 4 с половиной килограмма сала то есть это получается примерно где-то 77 к одному на 7 килограмм мяса 1 килограмм сала более жирная мы не любим мы имею ввиду мою семью вот поэтому у меня пропорция вот такая а сейчас крутим фарш ну что поехали прогнал через мясорубку мясо и готов у нас колбасный фарш почти готов я в мясорубку закидывал не просто мясо одно а попеременно мясо сало мясо сало чтобы его было удобней перемешивать сейчас я его перемешаю чтобы более однородная масса получилась а потом приступим уже к специям соли и всему остальному ну вот мясо перемешал сейчас покажу крупным планом что из этого получилось вот вот такая смокота будет сейчас фарш пока оставляем сторону и готовим специи и соль что касается соли то соли я добавляю 22 грамма на килограмм фарша эта цифра была выведена опытным путем потому что 25 26 это не универсальный вес соли потому что если жарить то уже будут колбасы соленые вялись будут соленые отваривать ну отвариватель ну и так пойдет вот поэтому был опытным путем 22 23 грамма на килограмм фарша и тогда эти колбасы будут годиться и для сушки вяленье поджарки ну и для отваривания естественно у нас получается 32 килограмма фарша умножаем на 22 грамма получается 700 грамм 700 грамм соли отмеряем вот отмерили 700 грамм и засыпаем сейчас переходим к специям тут все очень сложно так сложно что очень просто один к одному тмин тмин целый кориандр целый перец был целый уже измельченный укроп свойский укроп свойский и несколько листочков лаврушки значит лаврушки много не добавляйте потому что может подкислить потом вот а так все смешивается один к одному тмин кориандр перец и укроп по весам один к одному и и общий объем специй на 30 килограмм фарша сколько нас 32 получила на 32 килограмма фарша общий объем специй стакан на этот стакан буквально две-три лаврушки тоже измельчить и в этот же самый стакан перемешать и потом уже все это высыпать на фарш приступаем вот и готов стаканчик наших пряностей и еще забыл сразу сказать чеснок понадобится чеснок выдавливаем через чесночницу мы все добавляем чеснок выдавливаем и перемешиваем выдавливайте чеснок кто-нибудь мама что готова можно есть еще один немаловажный момент в целях консервации чтобы мясо всегда было такое красненькое добавляем водки или в частности или в частности самогоночку очень тщательно вымешал фарш и сейчас фарш готов к созреванию часов на 10 оставляем его в холодном помещении частности я отнесу в баню там холодно окна открыты и он будет созревать потом его опять вымешать надо хорошо и уже начинять колбасы ну что вот и прошло где-то девять часов и уже наступил поздний вечер мы поужинали и решили все таки накрутить колбасы сегодня а не завтра потому что завтра нас пригласили соседи у гости и мы решили уже в гости идти запеченной колбаской значит фарш я думаю что уже созрел сейчас его еще раз тщательно перемешаю сейчас он будет перемешиваться намного сложнее чем утром потому что он уже просел влага испарилась перемешиваем такой аромат от него исходит ну что поехали колбасы крутить жена моя не хочет в кадры попадать поэтому будут видны только ее ручки золотые крутим дочь а давай гони 1 поле не воин а 4 это армия от перемены мест слагаемых колбасы не меняются стой маша высоко профессиональное движение ну что маша поехали 32 килограмма колбасок значит сейчас перевяжем веревочками часть уйдет на сушку вяленее ну наверное до сушки не дойдет мы ее вяленую уже утопчем все часть пойдет в морозиловку на жареху и вареху и вареху спросите вы чем отличается колбаса для жарехи и для вяленя в моем случае ничем я вам уже рассказывал про универсальное количество соли это где-то 22 грамма и тогда в вяленом виде колбаса не соленая и в жареном виде не соленая ну а если захотите отварить то тогда воды вот буквально наливайте чтобы скрылась сверху колбаска ну а так приятного аппетита потом я вам покажу где вылешиваю для того чтобы сушить сейчас уже глубокая осень очень благоприятные погодные условия сушу я в котельной над окошком окошко всегда открыто потому что котлу нужен постоянный приток воздуха и вот получается колбаса только холодным воздухом обветривается поэтому малое количество соли не влияет на качество колбасы и соли главное слово достаточно не надо пересаливать если есть хорошие условия сушки вот повесили колбаски надо не надо повесить их так чтобы они не соприкасались иначе будут пролежни ну и вот получается из вот этого окошка воздух вон туда под котел и постоянно проветривается постоянно сухая котельная дня 4-5 и будет готово прошли одни сутки цвет шикарный запах просто вынос мозга вот это 5 дней красотища это все самогонка консервант сейчас добавим туда полиндвички нет колбаса мы уже снимем вот сюда мы поставим полиндвичку повесим нам же надо попробовать ну вот какая колбаска получилась да шери она тоже хочет шери нельзя тебе это чуть-чуть кого колбасы ну конечно как она просит щекочка просит все вкусно класс всем рекомендую приятного аппетита